Братья и сестры, здравствуйте! Знаете ли вы, вернее, помните ли вы о том, что Александр Сергеевич Пушкин работал в Министерстве иностранных дел? Что он был, так сказать, коллега нынешнего Сергея Лаврова. И еще один великий поэт русский Тютчев был работником Департамента иностранных дел, Министерства иностранных дел. Вот об этом, работнике Департамента иностранных дел, я сегодня хотел бы с вами поговорить. Ну, собственно, что о Тютче говорить? Говорят за поэта, говорят его стихи. Наш Нобелевский лауреат Иосиф Бродский считал, что свинство копаться в биографии поэта, скажем, и связывать его стихи с его биографией. Конечно, он немножко перегибал, потому что стихи растут, как и знаем от Ахматова, из ссора, а ссором является повседневная жизнь человеческая. Поэтому, конечно, драмы и трагедии человеческого сердца рождают его творчество. Но Бродский подчеркивал, что нельзя выводить все творчество из биографии. То есть есть еще метафизика, есть божественные поцелуи в темечко, там это все есть. Вот Федор Иван Чтютчев был одним из таких поцелованных в темечко. И его поэзия строгая такая, такая античная почти что. Это поэзия государственного мужа. Хотя он такой лирик, такой, значит, как океан объемлет шар земной, так жизнь людей кругом объята с нами. Он такой певец снов. Моя душа элизиум теней, говорил он. Но, тем не менее, у него гражданская позиция есть. Он дипломат. У него есть такое стихотворение, датируемое 1863 годом. Я прочитаю последнюю страфу, а потом несколько предыдущих. «О край родной! Такого ополчения мир не видал с первоначальных дней. Велико знать, о Русь, твое значение. Мужай, мужайся, стой, крепись и одолей». Стихотворение написано в 63 году XIX века по поводу коллективного выступления Австрии, Англии и Франции по польскому вопросу. Двумя годами ранее армия Паскевича заняла Варшаву. Было подавлено польское восстание. И вот Европа, коллективная тогдашняя Европа, монархии европейские, выступили против России одним фронтом. А в самой Польше начались восстания, возглавленные католическим костелом. Ранее он там говорит, но в одной руке оружие и крест. Потому что польские священники возглавляли повстанцев там и с оружием в руках, и стреляли там, короче, воевали в полный рост. Ну и Тютчева возмущала, значит, то, что весь мир, цивилизованный, европейский мир восстал против России, против одной. И он в этом видит некую особую миссию России. Ну, раз тебя так ненавидят, значит, ты что-то значишь. Потому что ничтожество ненавидеть, как бы, ну, стыдно и смешно. Да зачем нервы тратить? И, как бы, не страшных людей, как бы, ненужные страны, как бы, никому не опасные, как бы, тоже, как бы, ну, что там на них злиться? И вот он пишет, видите, как интересно. То есть, его удивляет совокупное собрание коллективного Запада на то, чтобы протестанты в виде Англии, католики в виде Австрии и Франции, ну, Франция – это уже республиканцы, по сути, это уже атеистическое государство. Польша – нет, это католическая страна. Вот несколько ранее он пишет. И целый мир, как опьяненный ложью, все виды зла, все ухищрения зла. Нет, никогда так дерзко правду Божью людская кривда к бою не звала. Ну, жил бы он сегодня, он бы, конечно, ошалел бы, Федор Иванович бедный, от того, как люди врут по телевизору, как они собственные обстрелы представляют за обстрелы наши, как они творят непонятно что и убитых ими представляют за замученных нами, а похороненных нами, своих убитых ими же брошенных, выдают за нами растерзанных. Ну, как бы, ну, эта бесовская ложь, конечно, будет жестоко выжжена огнем божественного возмездия рано или поздно. Потому что люди, сделавшие свой язык бесовским, они будут уничтожены Господом Иисусом Христом, как горшки глиняные сокрушены. Это будет непременно. Дождемся, не дождемся, может быть, не увидим это в этом мире. Это будет страшное наказание для записных лжецов. А тогда Тютчев, конечно, встречался с меньшими видами лжи, но не менее гнусными. Он говорит, что так никогда, так дерзко правду божью людская, кривда к бою не звала. И этот клич сочувствия слепого, всемирный клич к неистовой борьбе, это против России, разврат умов и искажение слова, все поднялось и все грозит тебе. То есть он пишет, в общем-то, про нашу ситуацию, исходя из своей. Потому что сегодня весь мир поднялся против России, весь так называемый цивилизованный мир, вся эта ЛГБТ-тусовка, все эти сумасшедшие гордецы, все эти воры международного масштаба, все привыкшие жить за чужой счет, вся сволочь мировая, на самом деле, под разными флагами, восстала на Россию. Для этого им нужно врать с утра до вечера и вооружать бывших братьев наших, ныне обесноватых наших врагов. Для этого идет нам в пользу разврат ума и искажение слова. Разврат ума и искажение слова. Все поднялось и все грозит тебе. Ну, закончу я тем, чем начал. Так приятно обычно вести речь свою. О, край родной! Такого ополчения мир не видал с первоначальных дней. Велико знать, о, Русь, твое значение. Мужайся, стой, крепись и одолей. Это послание из XIX века одного из лучших наших поэтов, который по совместительству работал в Министерстве иностранных дел. Звать его Федор Иванович Тютчев, Царство ему небесное, а нам нужно мужаться, стоять, крепиться и одолеть. Иного варианта у России нет. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова